вот мы сейчас хотим вскрыть лаком эту работу которая называется зимняя модница если вы помните мы ее писали с наброска с рисунка который был сделан с натуры вот я видите беру домарный лак и положила ее на стол и начинаю вскрывать лачком так чтобы напитать красочку и сделать защитную пленку такую которая будет охранять эту живопись допустим от даже и от солнечного света и от пыли вот можно в разных направлениях вот так брать и вскрывать но запомните вскрывать можно только один раз только один раз потому что лак имеет привычку дать свою вуальку и вот со временем эти работы которые вскрыты несколькими слоями лака они начинают темнее поэтому только один слой зарубите себе на носу навечно но без лака тоже скучно посмотрите какой жухлый красочный слой как бы как знаете матовый совсем матовый хочется все-таки красочки дать немножко энергии вот этот вот этот марный лак он дает эту энергию ну а работа сама из разряда однофигурных композиций которые мы тренируем в одевание этих фигурок ту или иную одежду и этим одеванием показываем образы которые хотим запомнить которые хотим обозначить которые хотим предоставить людям вот этот вот образ он у нас какой был помните да когда мы его рисовали мы вспоминали девушек которые катаются на склонах и пытаются очень модно одеваться чтобы найти себе взгляды других людей остановить на себе вот она и зимняя модница на зимнем курорте она возможно даже не в лыжных приспособлениях а вот она на коньках себе катается и наделась ярко-красные и оранжевые одежды для того чтобы привлечь общие взоры своей красоте это мы ну как бы на злобу дня потому что сейчас вот конец зимы начало весны и люди устали от зимы и пытаются у зимы выдернуть самые интересные моменты ну кроме нового года рождества да и пасхи есть еще возможности отдыхали где-то на горнолыжных курортах и вот очень хорошо когда люди спорте в красоте в молодости оставляют вот такие образы после себя ну и она конечно стягивает общие аплодисменты своей красоты и даже где-то даже где-то возможно эта одежда чуть чуть не приспособлена для зимних видов спорта но там же существуют и различные танцполы различные бары да там где собирается молодежь тусуется со всего мира потому что вот зимние стоны они имеют привычку обобщать людей заводить дружбу людей с многих-многих стран поэтому у нее такой многонациональный наряд и такая завлекающая поза